Обширная и разнообразная история Москвы началась в 1147 году. Москва росла и развивалась невероятно быстро. Теперь она представляет собой изысканное сочетание древней истории и уникальной архитектуры с современными решениями. А меня зовут Орлов Павел, и я вам представляю достопримечательности Москвы. Фотография с видом на нее есть в каждом семейном фотоальбоме. Интересно, что главная площадь России не всегда выглядела так. Долгое время на ней были торговые ряды, а сама она называлась пожаром. Потом незастроенную часть площади стали называть красной, то есть красивой. А затем это название перенеслось на всю площадь. Уникальный архитектурный ансамбль площади со Спасской башней, историческим музеем, храмом Василия Блаженного внесен в список всемирного наследия. Сейчас Красная площадь – самое посещаемое туристами место в Москве. Здесь проводят фестивали и парады Победы, зимой заливают катки, а еще ее иногда перекрывают. На Красную площадь идут, чтобы ощутить сердцебиение Москвы и почувствовать себя участником всех исторических событий, которые здесь когда-то происходили. Главное украшение Красной площади с его разноцветными маковками часто сравнивают с букетом цветов или диковинным плодом. Покровский собор построили в середине 16 века в честь победы Ивана Грозного над Казанским ханством. Его возвели вместо десятка небольших деревянных церквей, которые были построены на этом месте в честь разных военных побед царя. По факту Покровский собор – это 10 объединенных в один архитектурный ансамбль маленьких церквей. Службы проходят только в одной из них – церкви Василия Блаженного, по названию которой часто называют и весь собор. Остальная часть собора работает как музей. Красота храма впечатляет каждого, кто его видел. Не случайно каждый год на Красной площади проводится арт-фестиваль «Рисуем Покровский собор», когда собор рисуют сотни участников самых разных возрастов и профессий. Привычный нам вид красных стен не всегда был таким. Сначала Московский Кремль был деревянным, потом белокаменным, затем несколько раз менял цвет с белого на красный и наоборот. Строительствуя крепости, в разное время участвовали как русские архитекторы, так и итальянские зодчие. Зубцы стен сделаны в виде ласточкиных хвостов, такие же есть у замков в Италии. Всего у Кремля, построенного в виде неправильного треугольника, 20 башен. Среди них больше всего известна Спасская, та самая, на которой куранты отбивают начало Нового года. В советское время за стенами Кремля жили партийные деятели и руководители государства. Сегодня в Сенатском дворце находится рабочее место президента России. Туристы же могут посетить на территории комплекса рюжейную палату, алмазный фонд, патриаршие палаты и соборы. В этом музее представлена фактически вся история российского государства, от каменных топоров до наших дней. Посетителям доступны археологическое, нумизматическое, ювелирное и другие коллекции. Можно увидеть карету Петра Первого, личный автомобиль Ленина и множество других интересных экспонатов. Помимо постоянных экспозиций, проходят временные выставки, как и в Эрмитаже и Третьяковке. На знакомство с коллекцией и музеем надо закладывать несколько часов. Для советских людей Мавзолей был культовым местом, в котором старались побывать во время визита в столицу. Тело Ленина находится в Мавзолее с 1924 года и, как говорят, мало изменилось. Над сохранением тела годами работает специальная лаборатория. Интересно, что ее силами были забальзамированы и другие известные политические деятели. Например, президент КНДР Ким Ир Сен и вьетамский лидер Хо Ши Мин. Если вы планируете визит в Мавзолей, стоит учесть, что на вождя революции дадут только взглянуть. Останавливаться у саркофага и рассматривать ильича нельзя, чтобы не задерживать очередь. Большой театр внес огромный вклад в русское мировое искусство. Главная сцена страны была открыта в 1776 году по повелению Екатерины II. Здание театра не везло. Несколько раз оно сгорало при пожаре и отстраивалось практически с нуля. То здание, каким мы привыкли его видеть, открылось в 1856 году. Сегодня здесь ставят оперу, балет, проводят концерты. Постановки проходят на двух сценах – исторической и новой. На сцене Большого все на высшем уровне – репертуар, кардобалет, хор и оркестр. Сюда приходят, чтобы насладиться настоящим искусством. Также можно посетить обзорную экскурсию, на которой рассказывают об истории и архитектуре театра. Самый большой храм России стоит на Волхонке, на берегу Москвы-реки. Его высота составляет 103 метра. Это выше, чем Исаакиевский собор. Собор был построен в 1999 году на месте своего предшественника, разрушенного большевиками в 1930-х годах. Храм задумывался как памятник героям войны 1812 года. Снаружи здание отделано белым мрамором. Внутри расписано сценами из жизни Христа. Для оформления интерьеров использовали больше 50 килограмм сусального золота. В храме Христа Спасителя часто проходят важные общественные и церковные события. Например, здесь состоялась канонизация царской семьи. Прощание с Борисом Ельциным и патриархом Алексеем Вторым. Интронизация патриарха Кирилла. Любимый парк мертвичей когда-то был обычным парком для рабочей молодежи. В 2011 году произошла реконструкция, после которой он стал одним из лучших мест отдыха Москвы. В парке Горького можно заняться чем угодно. Полежать с книгой на дрове, устроить пикник, заняться спортом, перекусить в многочисленных кафешках или просто погулять под теннисным аллеем или набережной. Здесь можно провести свидание, отдохнуть с друзьями или всей семьей. В парке работает прокат велосипедов и веломобилей. Проложена велодорожка до самых Воробьевых гор. Открыт скейт-парк, теннисный корт и площадки для настольного тенниса. Здесь периодически проводят платные и бесплатные концерты. Показки, но под открытым небом, устраивают танцы. А зимой заливают искусственный каток, самый большой в Европе. На крыше главного входа в парк работает обзорная площадка, с которой можно посмотреть на окрестности. Территория на высоком правом берегу Москвы реки, поросшая лесами, одно из любимых мест прогулок у жителей Москвы. В советские времена горы назывались Ленинскими. Здесь можно пройтись по экологическим тропам, позагорать на оборудованном пляже с лежаками или покататься на велосипедах или роликах. Наверху Воробьевых гор стоит одна из знаменитых сталинских высоток – главный корпус МГУ. На Воробьевы горы стоит приехать, чтобы полюбоваться одной из самых красивых панорам Москвы. Рядом с университетом расположена популярная смотовая площадка, с которой открывается отличный вид на город – стадион Лужники и Москву-Сити. Арбат – самая богемная улица Москвы. Каждый дом на этой пешеходной улице имеет богатую историю и известных жильцов. На Арбате жил Пушкин сразу после свадьбы. Здесь читали свои стихи Майкоси и Есенин. Здесь провел свое детство певец Арбата Акуджава. Здесь же находится знаменитость Тина Цоя, на которой поклонники творчества группы кино оставляют свои послания. Сегодня на этой улице сохраняется атмосфера разгульного творчества. На Арбате всегда много уличных музыкантов, художников, танцоров. Здесь можно найти разные туристические аттракционы, кафе и рестораны, сувернирные магазины. Арбат часто называют старым, потому что есть параллельная улица – Новый Арбат, которая знаменита своими домами-книжками. В советское время это был грандиозный выставочный комплекс, где была представлена продукция и достижение всех республик страны. Сегодня это место для познавательных прогулок с фонтанами, красивыми цветниками и уникальными памятниками советской архитектуры. Здесь расположена знаменитая скульптура Веры Мухиной – рабочей и колхозницей. В павильонах проходят разные выставки и работают музеи. Также можно посетить Москвариум – океанариум у павильона «Космос», где представлены разные морские обитатели и проходят шоу с дельфинами. Территория ВДНХ огромная. Бывалые посетители советуют брать при входе в прокат велосипед, ролики или самокат, или приходить со своими. Недалеко от станции метро ВДНХ находится музей космонавтики. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты – чучело белки и стрелки, одежды и предметы быта космонавта, заглянуть внутрь настоящего космического корабля, а также купить на память космическую еду в тюбиках. В знаменитой Третьяковке – самое большое собрание русской живописи. Здесь представлено множество произведений искусства – от икон до монументальных полотен. Тысячи людей стремятся попасть в галерею, чтобы своими глазами увидеть подлинные работы известных художников. Троицу Рублева, Путро Соснова в лицо Шишкина, Аленушку Воснецова и другие шедевры. Часть коллекции можно посмотреть в новой Третьяковке – выставочной галереи на Крыльском валу-10, территория парка Горького. На посещение Третьяковской галереи будет несколько часов, но оно того стоит. Один из старейших зоопарков Европы начинался с относительно небольшого зоосада. Открыто в 1864 году. Сегодня это современный зоопарк, где принято проводить время всей семьей. В зоопарке много вольеров с самыми разными животными, а также птицами, рыбами и рептилиями. Для посетителей проводится показательное кормление, работает контактный зоопарк. В лекториях проводятся познавательные лекции. Территория зоопарка ухоженная, везде есть скамейки и палатки, в которых можно купить кукурузу, сладкую вату и мороженое. В Москве, конечно, много достопримечательностей, но я выбрал только те, которые мне пришлись по вкусу. А с вас ответ в комментариях, где вы были? А с вами был, как всегда, Орлов Павел, с вас лайк и подписка. Всем пока, друзья!